Ну вот начну с события, которые уже все обсудили, но я бы хотела там зайти, может быть, в другой немножко двери в него. Это саммит НАТО и скандал, который разгорелся в связи с этим саммитом, когда и Залужин в своем интервью сказал, что если нельзя использовать и бить по врагу оружием, которое нам предоставляет партнера Запада, мы будем своим. И достаточно резкие выступления Зеленского, ну и, конечно, знаменитый уже теперь этот мэм «Мы не амазон». Как ты это видишь все? Ну, в принципе, ничего институционного не произошло. На мой взгляд, саммит НАТО подтвердил наши с собой прогнозы последних месяцев о том, что позиция США, в первую очередь, как лидирующей силой НАТО и Германии, как лидирующей силой в Европе, достаточно осторожная. И если не сказать робкая, что НАТО не хочет вступать в прямой конфликт с РФ и, кроме того, готовит ситуацию к замораживанию конфликта. А для того, чтобы готовить ее к замораживанию конфликта, нужно дать Владимиру Путину подачу, которую он не может не принять. И вот этот отказ обозначить сроки вступления Украины в НАТО и есть такая подача. Теперь Путин может сказать, в первую очередь, самому себе, а во вторую, своему верноподданному народу, что, видите, все-таки спецоперация за это имела успех. Удалось добиться того, что Украина не вступает в НАТО. Именно в этом контексте, на мой взгляд, и надо рассматривать эти решения. Ясно, что все разговоры о том, что США были крайне недовольны эмоциональным поведением Владимира Зеленского, имеют смысл лишь отчасти. Да, ну, может быть, они не были недовольны эмоциональным градусом, но мне кажется, что это хорошо понятная с двух сторон игра. Да, Зеленский должен был повышать ставки, США должны были охлаждать ситуацию, но при этом сама принципиальная линия поддержки Украины никуда не исчезает. Опять же, мы возвращаемся к тому, что нужно ли было связывать столь завышенные ожидания с этим саммитом и членством Украины в НАТО. И все так или иначе возвращается к израильской модели. Неоднократно нами здесь в программе НАБИЛ обсужденные, при том, что США и союзники будут поддерживать финансово и с помощью вооружения Украину сколько угодно долго. По крайней мере, пока в Вашингтоне не сменится власть, а я думаю, что вопросы войны и мира в Европе будут урегулированы раньше, чем она сменится. И даже если она сменится, и даже если придет Дональд Трамп, я не думаю, что это принципиально изменит позицию США, в отличие от многих. Потому что инерция этих процессов неостановима. Кто бы не находился у власти в Вашингтоне, а я все еще думаю, что Дональд Трамп там не окажется, и что глубины американской государства его туда не пустят. Все равно будет следовать некой логике национальных интересов, которая не может предполагать победу Путина. А раз так, то Украину придется поддерживать и дальше. Критики израильской модели заявляют, что Израиль и Украина – две большие разницы, как говорят в украинской Одессе, потому что Израилю никогда не противостояли такие мощные армии, страны с таким мобилизационным ресурсом, как РФ, а Украина сильно разрушена войной, чего никогда не было с Израилем. Ну, эти аргументы следует принять во внимание, но не более того, потому что израильская модель не означает дословного воспроизведения на новой территории чего-то, что уже происходило в истории раньше, на новом витке диалектической спирали. И, в принципе, Израилю противостояли страны по совокупному ресурсу, в первую очередь экономическому, гораздо более мощные, чем Израиль. Тем не менее, Израиль их разрушил. Поэтому израильская модель скорее означает право принимать единоличные решения относительно собственной судьбы. Когда ты вступаешь в любой альянс, хороший или плохой, а хороший он или плохой, как правило, проявляется и выясняется в критических ситуациях, пока эти критические ситуации не наступают, неизвестно какой он, он может быть сколько угодно хорошим. Ты жертвуешь частью своего суверенитета. Надо сказать, что Путин, когда говорил об этом в прежние годы, был абсолютно прав. Потому что и сломанные часы несколько раз в день показывают правильное время. Для того, чтобы пожертвовать частью своего суверенитета, нужно понимать, что это получает взамен. Вовсе не факт, что Североатлантический альянс был бы эффективен в обороне каких-нибудь собственных стран, своих членов, если бы Владимир Путин двинулся не в Украину весной прошлого года, в феврале прошлого года, а куда-то еще. Потому что пока бы там НАТО собиралось с мыслями, пока был бы обмен мнениями по поводу условий применения этой пятой статьи Вашингтонского договора, уже российские танки могли бы зайти в какую-нибудь европейскую столицу вполне. Путину просто не повезло по двум причинам. Первое, что на его пути встала Украина, которая была полностью готова, и отмобилизована, в первую очередь, психологически для обороны и сопротивления. А во-вторых, потому что действительно, будучи человеком, который всегда хочет быть меньшим злом, и всегда боится оказаться в ситуации финального, зла и окончательного, он не мог пойти на территорию НАТО. Поэтому когда натовские стратеги считали, что вот Украину не возьмут в НАТО, и Путин туда не пойдет по этой причине, что удастся умиротворить агрессора превентивно, они ошибались. Все происходило с точностью наоборот. Если бы Украина оказалась в НАТО раньше, Путин бы туда и не пошел. Продолжение следует...